На въезде в село Сосновка у поста весового контроля под колеса самосвала попал 40-летний военнослужащий. Он получил крайне опасные травмы и сейчас находится в реанимации. 43-летний водитель груженого Шангси ехал в сторону города со скоростью около 40 км в час. Мужчина говорил, человека на дороге он прекрасно видел. Ему показалось, что пешеход ведет себя не слишком адекватно, и он на всякий случай снизил скорость. Военнослужащий, которого заметно шатало из стороны в сторону, шел по дороге. Когда грузовик подъехал ближе, мужчина начал переходить проезжую часть в неположенном месте, слева направо по ходу движения самосвала. Шофер попытался обратить внимание человека на себя, однако длительные и оглушительные гудки нужного эффекта не давали. Осознав, что не успеет вовремя остановиться, водитель Шангси отвернул руль вправо. Бредущий по дороге человек почему-то тоже побежал именно в эту сторону. Произошел удар. Экспедитор, прежде чем выйти из машины, мысленно готовился к худшему. Когда он оказался на улице, то увидел лежащего под колесами мужчинам. У него была разбита голова, шла кровь. Раненый при этом оставался в сознании. Пострадавшему незамедлительно вызвали скорую. Медики в экстренном порядке доставили пациента во вторую краевую больницу. Он сразу же попал в реанимацию с целым перечнем травм. Наиболее опасный из них – перелом основания черепа и ушиб головного мозга. По словам водителя Шангси от пешехода разило спиртным, речь была не связанная. В больнице у пострадавшего взяли анализы, которые покажут, был ли мужчина пьян. Что касается экспедитора, то он за руль сел трезвым. С документами у шофера все было в порядке. С места происшествия Наталья Шиян, Ольга Кошелева и Павел Рогатин.